Оборудование, станки и машины для лесной и лесоперерабатывающей отрасли, стройматериалы, пиломатериалы и деревянные постройки. Сегодня в Иркутске собрались представители предприятий лесного комплекса, чтобы поделиться опытом с коллегами и представить свою продукцию. Представители предприятий лесного комплекса, машиностроительных и строительных компаний на выставки сиблесопользования собираются уже в 18-й раз. В этом году среди участников больше 50 компаний из России, а также гости из Китая, Тайвана, Германии, Австрии. Традиционно популярностью выставка пользуется и у жителей Приангария. Иркутянин Сергей Ткачев около 40 лет трудился в лесоперерабатывающей отрасли. Сейчас на пенсии. Однако с интересом следит за последними разработками в этой сфере. Мне интересно смотреть, какие достижения в последние годы имеются в лесной промышленности. Тем более Иркутская область – одна из ведущих областей в этом направлении. Поэтому у меня задача состоит в том, чтобы посмотреть, что же произошло за этот год, ну и оценить дальнейшие перспективы развития этой возрасти. Все компании-участники на этой площадке представляют свои новинки. Так, например, на одном из стендов работает фрезерный станок с программным управлением. Специалист ставит задачу через компьютер, и машина выполняет работу. Здесь же можно увидеть и готовый результат. Такие мероприятия посещают начальники производств крупных перерабатывающих древесных комбинатов. И только благодаря таким мероприятиям мы можем представить новинки в деревообрабатывающей отрасли и дать понять людям, что на сегодняшний день пользуется спросом. В приветственном слове на открытии выставки министр лесного комплекса Иркутской области Николай Пенюшкин отметил, что развитие лесопромышленной отрасли – одно из приоритетных для правительства региона. А выставка – крупнейшая площадка для обсуждения инноваций в таких сферах, как лесозаготовка, деревообработка и деревянное домостроение. Выставка, во-первых, преследует обоюдные цели, как разработчиков технологий новых или совершенного оборудования, точно так же и для тех людей, которые занимаются использованием этой технологии в лесозаготовке, в лесопереработке. Я думаю, что выставка обоюдно интересна для тех и других, по той причине, что всё новое, естественно, познаётся здесь. Выставка работает не только в стенах, но и за стенами Сибэкспоцентра. Здесь машиностроительные компании представили специализированную технику для лесоперерабатывающих предприятий. Также в рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа – конференции, семинары, круглые столы и презентации. Завершится сиблесопользование 14 октября под введением итогов конкурса на лучшего экспонента. Вероника Титова, Константин Синицын.